Даны две точки А и В. Не используя линейки, построите с помощью циркуля такую точку С, что В симметрия на отрезке АС. Итак, есть точка А, есть некоторая точка В. Используя только циркуль, построите точку, которая симметрична точке А относительно точки В. То есть В должна быть с серединой отрезка АС. Прошу вас. Да. Да. Нет, отрезать рисовать нельзя. Что? Проведем полуокружность. Полуокружность, пожалуйста, дальше. Что возьмем? О, вот это мудро. Проведем полуокружность и прекратим ее проводить в тот момент, когда проведем ровно половину окружности. Интересный вопрос. Откуда у вас такое внутреннее чувство, что вы сможете остановить линию ровно в нужный момент? Тут в том и вопрос, как узнать, в какой момент остановиться. Понимаете, если вы будете просто проводить циркуль, поставили ножку циркуль в точку В, стали проводить, вы или чуть-чуть не доведете, или чуть-чуть перейдете. Понимаете это? Подсказка. Надо это сделать тремя взмахами циркуля. Что? Что такое на листе? Разумеется, рисуете вы на бумаге. Ну, если вы себя трех-трехом пообразите, соответственно, рисуете вы там на песочке. Нет, конечно. Складывать нельзя. Хотите представить себе, вы на морском берегу, вот как Архимед, да? Перед вами такой ровный мелкий песочек и циркуль. Акулы неподалеку. Да, и римский солдат, который сейчас зарежет. Ну, лучше бы здесь не солдат. Романтика. Солдат? Нет, это не романтика, это все как-то называется. Заркли взмаха. Можете еще раз подалить? Могу. Дали две разные точки на плоскости. А и В. Нарисовать точку С, симметричную точке А. Нет, три взмаха. Там нельзя подставлять. Это нефигаторная вещь. Алгоритму нельзя подставлять фантазией. Алгоритм – это конкретные три окружности. Раз, два, три. Первая окружность какая? С каким центром, каким радиусом? Б. Отлично. Первый угадал. Вторая окружность? Вторая окружность. Вторая окружность. Отлично. Второй угадал. Выходите, рисуйте. Осталось угадать одну окружность. Интересно, угадает ли ее или нет. Но в любом случае две правильные окружности из трех – это уже хорошо. Прошу вас. Пересечение этих глубокружностей получили точку С и Д. Да, единственное, это ужасную нужную, потому что она, очевидно, не похожа на окружность. Окружность выглядит, как раз, более глубже. Как рисовать окружность по клеткам? Кстати, ребята, не надо стесняться в начале, когда у вас получается не очень хорошее. И по второму разу точно нельзя проводить. Смотрите, пожалуйста, одну из них, потому что это очень неправильно. Надо рисовать с первого раза правильно. не получилось либо по-честному спирая рисую дизану, либо вообще. Потому что когда у вас стоит на тренинге в несколько раз, это вызывает ярко. Везде. Не бывает двоих линий. Вернее, бывает, это особый художественный прием, но не в этом случае. Рисуем и черепа. Да, да, да. Линии дублера – это, честно говоря, она была с центром А, и вот этот вот отрезок очевидно сильно отличается от этого. да? Давайте, димулю менять, но на будущее надо понимать. Есть точки С и Д. Так, точки не должно перекрашивать. Да. Это мы не рисуем, это мы просто знаем, что, конечно, это равносторонний треугольник. Да. Какая же третья окружность будет? Не то. Мы получили две точки С и Д. Вы правильно указали две окружности. Хорошо. нужно сейчас делать третье окружность рисовать. Мы указали, что нужно рисовать окружность с центра с точкой А, которая будет меняться в диаметре окружности кг. Ага. Это такая замечательная штука. Действительно, иногда школьники такое предлагают. Поставим ножку циркулью сюда и будем проводить так, чтобы здесь коснулось. Да? Нет такого строения. Строение пуглелозити до тех пор, здесь упадет, такого просто-напросто нет. на самом деле здесь есть конкретная окружность с конкретным центром, конкретным радиусом. А вообще вот в классических строениях это просто запрещенный прием. Вот это вот приложу линейку так, чтобы коснулось или подберут так, чтобы у меня там где-то что-то совпало. Вот эти приближенные методы запрещены. Классические построения циркуля и линейкой означают, что это делать нельзя. Только с конкретным центром конкретного радиуса. Прошу. Подсказка, картинка есть. Справа, я не зря нарисовал картинку. Угра в окружность. Там надо разницу. Да. Но сюда может ты отлично. Ага, отлично. Ставим сюда, это будет третья окружность. И потом еще раз ставим туда, это будет четвертая, да? Нет. Да, все правильно. Молодец. Конечно. Да. Такую, ну а перед этим надо было еще так, не управляем. Замечательно. Итак, окружность номер один, номер два, номер три и номер четыре. Нет, можно четыре. Нельзя. Четыре. Нельзя. Переставим. Может быть. Как-то переставить. Нет, секунду. Вы имеете в виду, что вы как бы взяли обороты в аренду, и поэтому сколько окружностей мы нарисуем, это не важно, да? Мы уже у вас взяли циркуль, поэтому нарисуем окружности побольше, а вам не скажем. Нет, нет, такие приемчики интересны, причины. Да. 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 Карандаш поставить туда, да. вот нет такого построения. Нарисовать царапающейся ногой такого построения нет. Нет, конечно, у вас настоящие четыре окружности. Так вот, ребята, на самом деле можно было вместо третьей и четвертой нарисовать какую-то одну окружность. Надо просто увидеть. А вообще, это потрясающая все-таки штука интернета. Вот вчера я готовился к сегодняшнему занятию для старших школьников и вдруг потребовался журнал 1958 года. Конечно, но вот в старое время это была бы просто беда, потому что где же я вам найду там вечером в один час в вечер две странички там из-за нового веки журнал. А сейчас легко. он выложен сети пожалуйста на все замечательно с этим центром через какую точку проходя? Отлично. Поставьте туда точку С вверх. Точки пересечения вот эти вот вверх поставьте точку на С нельзя, у нас уже есть Д. В букву поставьте Д. Д. Это не так. Слушайте, ребята, вообще-то это мы обсуждали в самом начале. Дионетрия принято величины углов обозначать греческими буквами маленькими, точки обозначать латинскими буквами большими, всевозможные длины или прямые обозначать маленькими латинскими буквами. Соответственно, здесь должна быть большая латинская буква, совершенно верно. И вниз поставьте пересечение Е. отлично. Итак, берем отмечения с центром В радиусом АВ, отмечая точки Д и Е, и из-за того, что треугольник С, Д, Е равносторонний, ребята, признайте, что я вам его нарисовал. Вы треугольник? Из-за того, что он равносторонний, когда здесь Д, Е, то вот это возникает точка С. Спасибо, все правильно. Все поняли идею? Посмотрите. Итак, давайте еще раз рисуем. Откружность номер 1 с центром В радиусом окружность номер 2 с центром арены суммовой после этого ставишь ложку церкви сюда и через вот эту точку вы отлично вы научились два и вот ответы. Прошу сейчас Полю нарисовать во-первых достаточно красивый чертож и объяснить как отрезок не просто удваивать а как его и делить пополам делить на три части в общем давай расскажи это очень красивая история разумеется лучше если у вас сейчас есть циркуль потому что с циркулем вы сможете все это проделать если кто-то все-таки поленился циркуль носить на эти уроки ну значит ребята извините вам придется долго все делать потому что это надо обязательно в точности сделать с циркой без этого не поверите итак итак сначала нарисую как этот круг два его поменьше ее чтобы дальше не влезет только чуть поменьше чтобы так быстро она наметит сначала она у тебя слишком красава полезна она не может пойти выше чем та она и глубоку туда поставить сейчас я посмотрю так внизу была точка Е там была точка С была окружность номер 1 окружность с центром в точке А и номер 2 окружность с центром в точке Д где она у нас это вот эта окружность номер 3 пока что нет нет окружность номер 3 а теперь самое интересное это окружность непонятно чуть более хотелось рисовать ниже это окружность номер 4 окружность с центром в точке С проходящая через а теперь смотри у тебя с глазомером очень плохо потому что у тебя вот эта точка фактически оказалась над точкой А она не будет на точке а будет лесеной а она не будет на самом деле чуть-чуть вот так рисовать и тогда будет намного понятнее на самом деле картинка будет скорее вот такая точка точка а вот здесь точка А здесь она действительно нет там где нам хорошо это была четвертая окружность получили точки Ж А все успевают понять точка я написла это против сцена с точки H разница А H и от против с точки G сцена с точки Ж разница H замечательно давайте сделаем граффу 1 2 3 4 5 6 здесь пишем цент а здесь пишем граффу скажу первая окружность цент это точка В радиус А В вторая окружность центр точка А будьте добры переписать и главное реально это сделать нарисовать такую красивую картинку бумагу не жалейте ребята при изучении геометрии никогда нельзя рисовать на маленьких маленьких источках минимум тетрадная страничка лучше если вот такая как сейчас вам показывают вот это идеальный размер бумаги еще лучше если бумага у вас при этом есть то что называется пища белая бумага вообще надо привыкать просто неразлинованная бумага часто оказывается полезной всегда надо хотя бы несколько листочек с собой носить такой бумаги приятнее рисовать неразлинованной бумаги там где нет клеточек клеточки часто помогают и чаще всего на математстве лучше с клеточками но бывает что без них так 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 аж с тем же аж это все равно спасибо теперь надо объяснить почему когда вы проведете эти пятую и шестую кстати на доске они не нарисованы можно их как партичка нарисовать да 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 вот и здесь когда нарисуешь пятую и шестою почему они пересекутся в середине отрезка аппарата вкусты вот смотрите вот вы это рисовали получилась одна большая пляска но потом ничего не поймете поэтому от того что вы здесь были на этом уроке то для вас толком нет никакого абсолютно надо потратить лишнюю минуту но нарисовать новую картину вот на этой уже не будет никакого толка я даже объясню почему сумма пытались экономить надо время жизни своей надо ценить себя они источник бумаги большой размер просто на всю страну остаться и ни в коем случае не проводить по много раз по одному вперед то что у вас в тетради возникает кляксы но ничем не помогает ну что нарисовали кляксы ну нарисовали вторую мне не стали это сделаем в этом точку так и букву расставь вверху точка ж и там между отмечу надо поставить для точки и так пусть АВ НО1 возьмем в качестве масштаба отрезок единичать ВЦ тоже объединяется ЖЦ потому что мы рисовали окружность такого ряду сюда так это тоже единичать да, конечно и ЖС смотри треугольник АСЖ равнобедренный АСЖ равнобедренный у него есть две стороны и одна сторона значит уголь ЖАС равен АЖС так у всех равнобедренный треугольник углы при основании равны да треугольник АЖХ тоже равнобедренный угол ЖАХ равен треугольник АЖХ имеет общий с предыдущим треугольником АСЖ общий угол в угол в превышении А значит форма этих треугольников одна и та называется подобные треугольники а если треугольник а отношение треугольников ГС и АЖ равно отношению сторон ГА и АХ на второе да спасибо садитесь кто из присутствующих может повторить осуждение Голи как-нибудь свои основания Голи сто процентов попадания противник разбит полностью наоборот наоборот посмотрите нет ни одного желающего идти на степень народ держите у нас есть беточки А и В разные мы хотим построить отрезок одна вторая ну не одна вторая а половина треугольник будем все считать по масштабе что АВ равно единице можно так сделать можно все считаем в долях от отрезка АВ тогда нам хочется чтобы АХ была одна вторая для этого сначала подкуем отрезок АВ вот есть такой прием надо требовать чтобы они почаще поднимали руки в значок внешнего спросим понимаете ли вы что отрезок АВ можно считать единиц да плопните не надо плопать все громко выдержит поднимите руки давай 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 у нас работает они сначала будут поднимать руки потому что поднимают а потом будут поднимать руки потому что имели поднимать руки хорошо теперь помните ли вы у меня уже половина не подняли так смотрите когда у меня есть на количество вот например мы считаем расстояние в метрах меры сантиметры километры огромное без километров не важно все за километр это условно единицы мы могли взять за единицу расстояние 3 метра 4 1,5 да просто некоторые единицы которые мы считаем половина от единицы это одна это понятно половина это половина сказал поле теперь когда у меня есть две точки на полосу я могу через них построить окружность через в центре в одной и в крайнюю сло между и в и в так эти точки у меня назначены обоих хорошо руки руки вверх слушать это удивительная команда уроки ты еще по немецки скажи кандыхова хорошо кандыхов дальше я могу я поставила окружности с целых точках B И я построю в окружности А радиусом В. Я могу это сделать? Хорошо. Так. А рядом? Дальше. Теперь у меня в пересечении двух окружностей появляются две новые точки. Д и Е. И в этой тайне, заши ты своей спиной и смайли в уражеском доске. Так что белая полоса, аккуратно. Да, да, да. Черт, черт, черт. Аккуратно? На задней лице белую полосу. Не приставляйся сюда. Ладно, опять же, вот, потому что он будет упорно. Вот. Я хочу пересечить две точки, две точки. И Е. Мог? Да. Хорошо. Теперь. У меня есть две точки Д и Е. Я провожу окружность с Ц на точке Д радиусом ЕД. У меня есть две точки Д. И пересечение с Ц на точке Д радиусом В, А, В. Получается две точки. Точка С. Ну и бывшая точка Е. Все хорошо? Дальше. Дальше. У меня здесь. Это ты дошел до третьего пункта? Да. Быстрее. Учу из-за штуц. Учу из-за штуц. Сделаю настройки Ч. Да. Вот, я нарисовал с ученым Хаусом. Когда я нарисовала с ученым Хаусом, учу здесь, на мое длину. Здесь, на мое длину. Дальше. Дальше. Я тебе ответил на мое длину. И биток из-за штуц. Вот эти ответы. Да, да, да. Это все принимают. Поэтому. А, В, С или жадная одна треугольник. Потому что там нужно сравнить треугольник. Да. Да. Хорошо. Я здесь точно инфектирую, но сами твои люди. Они за одну прямую. Теперь рисуем окружность с центром точки С радиусом АС. И с окружностью с центром точки А радиусом АВ получаем две точки. Ж и А. Хорошо. Теперь рисуем еще две окружности с радиусом. Ж касается А, Ж, церковь точки Ж. И церковь точки А с радиусом АА. Получили точку Х. Точка Х это та самая точка. На расстоянии одна вторая отрезка АВ точки А. И церковь точки АВ, это понятно? Почему расстояние АХ равно ХВ? Сделаем на случай отверстики. Угол ЖАС равен АХЖ. Это понятно? Потому что АЖ равно ЖХ. А в равноведленном треугольнике всегда так. И Gc равно Cа, значит угол Агц равену Gac. Поэтому треугольник Агx равену угольнику Gxgcа. Отношение с стороны Gc к стороне Аг это одна вторая. Единица среди ногой, как одна вторая. Ну хорошо, сейчас есть человек, который понял? Нет, мы здесь не. Зоя, нет, я уже почти дошел до конца. Есть сейчас, кто понимает, о чем полность кого-то? Так, один, все. Для чего ж вы руки поднимали? Смысл в том, что треугольник Агx по своим размерам в два раза меньше треугольника Аcg. Так, если треугольник дается меньшим размером, чем треугольник, то площади как раз не в два? Площадь в четыре раза. Что бывает, когда длину и ширину уменьшают в два раза? Площадь уменьшается в четыре. А кстати, когда длину ширину и высоту, если объемное тело? В восемь. В восемь. В восемь. В восемь. И все равно, какая кому разница. И ужас в том, что большинство, к сожалению, пойдет ко второму пути. потому что, к сожалению, большинство людей не привыкли преодолевать трудности, а привыкли их на ревность, да, ну, замечаете, там он что-то такое говорил, да, это сложно, не буду я это учить, да, вот, и ужас еще в том, что большинство людей, когда какой-то материал легкий, да это слишком легко, тоже не буду я это учить, ну, и, кстати, никогда просто ничего не учат, вот, еще раз сказать, это вопрос вашего морального выбора, кто-то преодолеет эту трудность, и будет очень полезно, потому что эта идея подобного треугольника будет очень хорошо видна, ну, вот, ну, а для кого-то это так и будет на всю жизнь, какая-то трякция, ну, и все остальные знания тоже, да, что-то такое говорит, понятно, хорошо, хорошо.